Deep Image Prayer – это статья, по-моему, Ульянов, олимпийские, видать бы. В настоящее время алгоритмы, которые наиболее эффективны и наиболее часто используются в компьютерном зрении, это глубокие сверточные сети. Они также получили распространение для генерации картинок и их восстановления. Например, мы знаем генеративные Generative Adversarial Networks для генерации картинок. Обучаемые сети, которые обучаются на выборках восстанавливать Super Resolution, для решения задачи Super Resolution, для решения задачи импейнтинга, для решения задачи деноизинга. Все эти реализации уже есть. Даже есть реализации, которые объединяют в себе все три задачи, одной сетью это решая. Мы можем из этого заключить, что, наверное, что-то есть в этих сверточных сетях. И посыл статьи в том, что структура сети налагает определенные предположения на то, какие должны быть входные или выходные картинки, если выходом тоже является картинка. Вначале в статье проделывается такое исследование. Они пытаются выучить, по-моему, выучить картинку, да, выучить, чтобы сеть выдавала одну и ту же картинку. При этом, да, картинку восстанавливают из шума. При этом делают это несколькими способами. Синяя линия, которая самая нижняя, верхняя, это просто мы восстанавливаем исходную картинку, никак не модифицируя. Лос при этом падает достаточно быстро и все хорошо. В зеленой линии, когда мы добавили к картинке немного шума, оказывается, что лос падает хуже. Здесь есть вот такой небольшой подъем, потом снова вниз. Красная кривая. Это график лоса. Если мы исходную картинку, пиксели исходной картинки произвольно перемешаем, то есть она не будет выглядеть как натуральная картинка уже совершенно, и попытаемся ее восстановить. Здесь сеть вначале не может ничему научиться, но потом начинает сходиться. И последний вариант, когда мы просто пытаемся научить сеть восстанавливать шум какой-то. О чем говорит эта картинка? Оказывается, что сети лучше обучаются восстанавливать те картинки, которые, ну, реальные картинки, картинки реального мира. И плохо восстанавливают как шум, так и картинки, которые сделаны из тех же пикселей формально, но переставлены. То есть порядок не соблюден. То есть сети больше заточены на обработку натуральных картинок. Ну, вот, примерно такой вывод отсюда делается. Это предположение решено было проверить. И для этого решалась задача вот как раз деноизинга, суперрезолюшена и инпейнтинга. В принципе, она может быть, ну, она решается в рамках одного и того же пайплайна. Обычно такая задача формулируется как задача оптимизации, когда у нас есть энергетическая функция E. X нулевое – это исходная картинка. При этом мы хотим, чтобы полученное значение X было как можно ближе по какой-то норме или в соответствии с какой-либо энергией, как можно ближе к исходной картинке X нулевое. Но при этом она должна лежать в некотором пространстве натуральных картинок, которая задается регуляризационным слагаемым R. То есть R говорит, насколько вероятно, насколько условно вероятно, что картинка X является натуральной картинкой, а не просто шумом или чем-то, что не может быть получено ненатуральной картинкой. Чтобы проверить гипотезу о том, что сети налагают некоторое априорное знание на обрабатываемые картинки, вот это регуляризационное слагаемое заменяется в явном виде. То есть мы не просто говорим, насколько близко картинка X лежит к многообразию натуральных картинок, но мы просто форсим, чтобы X была сгенерирована сетью, полагая, что сеть генерирует только картинки из этого многообразия, из многообразия натуральных картинок настоящих. При этом Z это случайный шум. Задача оптимизации переформулируется вот в таком виде, при этом θ это параметры сети. То есть фактически мы подаем на сеть шум и подбираем параметры сети таким образом, чтобы на ее выходе была исходная картинка. X нулевое, да, X нулевое это не совсем исходная картинка, это вот либо зашумленная картинка, либо картинка меньшего разрешения в случае суперрезолюши, либо доступная часть картинки, если это импейнтинг. В качестве энергии мы используем просто и вклидовую норму, и задача переформулируется таким образом. Если у нас задача импейнтинга, то у нас дана область, которую надо за импейнтинг. Это маска. Таким образом мы считаем лосс только по тем пикселям, которые соответствуют, которые вне маски, то есть которые нам доступны. И затем восстанавливая, как восстанавливаемая картинка, восстанавливается еще и на той области, которую надо за импейнтинг. Мы попробовали рассмотреть одну задачу, пробовали рассмотреть задачу импейнтинга. Для задачи импейнтинга авторы используют архитектуры, которая называется hardglass-архитектурой. Это семейство архитектур. Семейство архитектур, построенных на энкодер-декодерах в сверточных сетях. В частности, у них нечто среднее в статье используется. В статье в коде между UNED и hardglass-модулям из стек от hardglass, если для импейнт-системейчника. Почему среднее? В случае UNED здесь на скип-коннекшенах нет дополнительной обработки, а в случае hardglass-модуля чистого там на резикл-коннекшен, тогда как в UNED и компетенейшн. В них дополнительная обработка и компетенация. Как Саша сказал, мы подаем на вход в сети некоторый шоу-модуль и учим сеть восстанавливать картинку. То есть та картинка, которую мы хотим получить, участвует в проблесе. В случае задачи Super Resolution, Dinozen, восстановления картинки, восстановления артефактов. Мы учим до некоторого момента, когда сеть уже научилась восстанавливать картинку в том качестве, как она строит, но еще не научилась восстанавливать некоторые артефакты. То есть нам нужно определить момент восстановки обучения. Если ее продолжать учить, она в итоге восстановит артефакты, которые мы хотим. В случае in-painting мы можем учить долго, потому что та часть, которую мы хотим заимствовать, она не участвует практически в расчете лосса, она умножается на маску. Мы выбрали вот такую архитектуру сети. Она основана на архитектуре, которая была в статье, с небольшими отличиями. Дальше бы слайд, который проясняет очень-таки отличие. Мы использовали skip connection на всех уровнях в статье. У нас это лучше работало для той задачи, на которой они проводят. Skip connection на всех уровнях, а не только на самом внутреннем. В оригинале статьи, как и здесь, был skip connection для задачи in-painting. И еще, кроме, вместо вернее upscaling, вместо не реснейпера upscaling, который у них был на пути вверх, мы использовали TensorFlow Convolution, деканал, да, начинка. Рабатывало это все на TensorFlow, ну и на TitanX. Картинки были те, которые в наших отдельных экспериментах 500 на 500, язык эксперимента, я не помню, размер поменьше. Вот пример in-painting, выполнен нами, но это картинка из статьи, то есть мы убираем текст. Слева картинка с текстом, текст маскирован во время обучения, мы получаем эту картинку без стеки. Дим, а во время обучения, в процессе используются только одна картинка. Да, да. То есть на вход подается константный шум, на выход одна картинка, то есть обучение, а мы фактически как бы оверфитим сеть на эту картинку. То есть если бы у него были закрыты глаза, они бы и оттуда не появились? Не появились. Там была бы текстура и кожи, скорее, в таком. Сейчас вот нотари, я так впечатляю, что на картинке слева, но там частично их видно, они там просвечивают через буквы. А маска в аккурат? В аккурат. Вот для этого примера в аккурат, на тех картинках, которые будут видны дальше, там видны артефакты некоторые по краям. Скорее всего, связаны с тем, что там были большие картинки, большие маски, их в даунсэмплере. И даунсэмплере, скорее всего, не очень аккуратны. И там будут видны артефакты. Примеровка в чем состоит? То есть, что на входе, что на выходе. На входе шум. На входе шум. Картинка используется. Константный для всех операций. Скорее всего, его можно делать и не константным, потому что, если мы уже завершили обучение, если мы дальше подаем другой шум, картинка немножко меняется, но визуально этого не заметно. То есть, разница между ними не нулевая, между выходами, но визуально этого глаза не заметно. Практически. На входе константный шум. На выходе просим остановить картинку. Остановить картинку, но в тех областях, которые не маскированы. Здесь мы не считаем госты, которые маскированы, а в всех остальных областях требуем точность. То есть, нет ситуации, где бы вот те участки фигурировали. Нет. Дальше будет видно, на самом деле, на примерах, что она не так хорошо работает, как кажется, в предыдущей картине. Как вообще происходит обучение? Это что учит восстанавливать сеть во времени. То есть, вначале она учит примерное распределение цветов. То есть, очень грубо все. Дальше начинают появляться дополнительные детали. И чем больше операции, тем больше мелких деталей появляется. Мелкие детали появляются относительно хорошо. Вот примеры in-pending. Это приведены хорошие примеры, где in-pending выглядит неплохо. Слева картинка, которую мы in-pending, то, что исчезло, это тот объект, который мы можем. На проекторе не очень видно, но здесь на самом деле есть такой небольшой силуэт, который можно отличить. Плюс можно заметить, что картинка справа она немножко более размытая. Возможно, если бы мы обучали дальше, она бы стала еще более резкой. Но здесь обучение 514-го. Это уже немало. Это уже немало, да. Это уже немало. Для картинок 500 на 500 это порядка 10 минут на читание. Прикладная ценность, да. Почему она крупненькая? А, что сейчас? Крупненькая. Она не крупненькая. Я думаю, вот нижнюю часть это делается. Не сошлись. Что, где-то в медиа. Я говорю, что кусок на чей-то ансервал, а как же. Правильно. Может, когда скриншот делали. Такое впечатление, что просто экран неровно висит просто. Чуть-чуть. Нет, там видно, на самом деле, нижний экран, нижний стрелок, там же нижний экран. А верхний этаж здесь больше. Да нет, на экране все нормально. Типичные кейсы. Не очень хорошо удалилась Папула Горбачева и девочка вообще в текстуру как-то превратилась, до которой он как-то повторяет. Плохие кейсы вот здесь. Ну, на самом деле, это плохой кейс очень похож на когда типичный. Ну, ну да ладно. То есть, видно силуэт человека, но как-то маска-халате в каком-то, да, и слистится. И есть случаи, когда вот, на этом случае она вообще не учится категорически. То есть, это за первые, по-моему, десяток, может быть, сотню итераций она сходится вот к этому и все. Дальше лось не меняется. Потом. Фейл. Сказать честно, не такая уж натуральная картина. Ну, зато в той части, в которой она останавливалась, есть текст. К вопросу применимости всего. Когда мы открываем исходную статью, там, по-моему, на первой страничке вот эта вот картиночка, здесь такой дип прайер, но в которой классно, не надо тренировать. Да, вроде неплохой результат. Да, может быть, тренированное выглядит и лучше, но это же не надо тренировать. Но надо понимать, что, когда они говорят нетренированное, они имеют в виду нетренированное на большой коллекции изображений. Фактически, мы тренируем на одной картинке, наш инференц превращается в лучей. Порядка десяти минут, на детали. Да, Да, summary. Что нужно сказать? Это неприменимо для практических задач. Почему? Потому что это медленно. Это обладает, то есть импейтинг, то, что мы делали, делается плохо. Выходная картинка оказывается разблюлена. То, что мы говорили. Почему? Потому что мелкие детали, как шум, так и другие мелкие детали, учатся в последнюю очередь. Статья имеет скорее теоретическое значение. То есть она демонстрирует, что сверточные сети, они налагают некоторую структуру на входные или выходные картинки. Но как бы это наверное и так было понятно, потому что самое очевидное это свертки. Свертки налагают однородность. То есть мы обрабатываем все части изображения одинаково. Для чего и были применены свертки. По факту получается, что допустим в задаче импейнтинга у нас есть область, которая вырезана, на которой мы не учимся. Есть область, на которой мы учимся. Получается, мы учимся на множестве патчиков доступных и у нас есть некоторый набор стандартных паттернов, которые там встречаются. И мы пытаемся затем этими паттернами замастить ту область, которую надо заимпейнить. Вот собственно вот что и происходит. В случае генойзинга оказывается тоже у нас та же логика, что у нас множество патчиков, там какой-то паттерн прослеживается на картинках, а шум не обладает паттерном. Поэтому шум учится в последнюю очередь. Мы учим вначале паттерн картинки. и поэтому это позволяет в некоторой степени осуществлять генойзинг изображения. Причина почему картинка оказывается разблюлена по тому же почему у нас в последнюю очередь учится шум. Потому что мелкие детали шум тоже является мелкими деталями. И мелкие детали в рамках патча они имеют намного больше вариантов положения. этих мелких деталей. И там наименее вероятно будет какой-то паттерн из мелких деталей. Собственно вот что можно я здесь прокомментировал немного. Сейчас ингрейтинг обычно делается с помощью алгоритма патч-матч. Когда у нас область которую нужно залить чем-то заполняется патчиками из отдельных областей изображения. Как и многие алгоритмы очень важно начальное приближение. Алгоритм работает на пирамиде и для начального приближения можно использовать довольно-таки разближенную картинку. Да. Вот здесь уже видно что через 100 итераций у нас очень неплохое начальное приближение имеется. И его вполне можно применять в ритме патчинга в дальнейшем. Поэтому сказать, что эти результаты вообще не имеют никакой практической ценности я несколько Можем ли мы утверждать, что есть у нас какая-нибудь новая задача, мы берем какую-то архитектуру и делаем тест, позволяет ли сеть восстанавливать изображение. Если она смогла из шума сгенерить такую картинку, мы будем считать, что данная архитектура адекватна для решения задач на такого рода изображения. Наверное, это часть фичи. Обычно еще другие части. Здесь вот в чем проблема. Это же у нас выходная картинка, а не входная. А обычно в сети мы на вход даем картинку. А как мы сделаем... Здесь мы брали стандартную картинку. И фотореалистичные картинки она вроде бы неплохо восстанавливает. Когда мы дали ей шахту по виду, что искусственная картинка, она не сильно хорошо восстанавливает. Может быть, это является неким тестом на обменимость данной архитектуры для данного класса изображений. Возьмем специфические изображения чего-нибудь другого, а надо... Я не знаю, но я не вижу, в общем, свидетельств в этом поле. Как бы это не значит, что мы понимаем. Ну, ты же можешь посмотреть приоритет архитектуры соответствующим образом этому виду картинок. Ну, теоретически можно, но это будет же неформально на глаз, Саша. Не знаю, может. Тем более, это нужно как-то на другую картину. Можно и на глаз, можно и на глаз. Да, у нас лос там есть, на самом деле. Ну, восстанавливаем мы с этим. Можно и на глаз. Можно оценить, например, теоретику, и быстрее учиться восстанавливать. Поэтому, наверное, и располагаем. Ну, там, у меня вообще моя. Моя восстанавливается. Да. Ну, с теоретической точки зрения, очень прекрасно. Мне кажется, просто, насколько сильный проект задает... Ну, насколько сильный? Ну, что ты не знал, что свертки, они одинаково работают со всеми частями изображения? Ну, конечно. Нет, ну да, вот эта тренировка в конце, конечно, но все равно. Сколько мы можем выкидывать слою из этой сети, чтобы она по-прежнему онлайн останавливается? Не проводить никакие эксперименты. А можно на первую сторону? Нет, на форму. Вот эта? Да. А можешь еще раз пояснить переход от иммунизации? Сюда? Энергии к оптимизации T по аргумидному... Вот... Вот это? Вот сюда? Поясни, что такое функция F, T. То есть, ты говорил там про манифол, да, я не очень понял... Ну, смотри... Здесь можно... Здесь можно... Это понятно, просто некоторое регуляризационное слагаемое, которое говорит, насколько далеко мы находимся от манифолга. А теперь мы говорим, R от X равно X минус F дельта от Z. Точнее, дельта. Это дельта функция мира К. Дельта от X минус F от Z. Сейчас, сейчас, сейчас. Слишком. Я напишу, да, я напишу. Плюс я не стал просто говорить. Если мы напишем, что R от X, R от X равно дельта X минус F дета от Z, для некоторого фиксированного Z, то у нас окажется, что имеет смысл, при таком регуляризационном слагаемом, имеет смысл ходить только по тем X, которые равны F дета от Z. Для некоторого дета. Z это что? Это шум? Да. Мы фактически параметризуем X с помощью дета. F дета – это многообразие. Это нейросеть, честно. А, это просто модель. Да, это нейросеть. Да. То есть, если X не равно вот этому значению, все, у нас бесконечность, там ничего нельзя оптимизировать. Вообще безрезультатно. Только при X равном F дета от Z. При некотором тета. Вот тета у нас задает многообразие. Это параметры многообразия. Не параметры многообразия. Не, все правильно. Параметры, которые нам... Да, которые позволяют походить по нам по многообразию. Ладно. Понял. Не до конца у нас. Спасибо. Я потом расскажу. Вопросы, движения, пожелания. А, ладно. Все-таки почему L2? Ну, в конце это концовно. Ладно. Там в статье. То есть, L2, ну, оно и понятно, почему оно с шумом получше работало и с мелкими микрофлениями. Потому что он, едва, предполагает голосоподобные шумы, поэтому он у вас и уходит хорошо. Вот. А когда что-то такое более... Мы на импейнтинге. На импейнтинге. На импейнтинге. Да. Мы шум не пробовали, это в статье. То есть только импейнтинге. Только импейнтинге. А. Но в статье и denoising, импейнтинг, и суперрезолюшн, да. Как говорится, что для всего работает. Добрый день. Как вам для суперрезолюшна работает, если даже год не получалось установить изображение достаточно четким? Ну, оно лучше получается, что импейсилизованное. Более... Ну, популяренное. Ну, менее подплюренное, чем то, с чем они сравнили. Не, они с бедеринами сравнили. Завершенно я там смотрел и так, и вот, и так, и неплохо, конечно. Ну, а не вот. В конце. Ну, да, кстати. Да. Ну, там надо приглядеться. Да. Почетче. Ну, сравнимо. Сейчас я разною. Как все капититы взяты? Да. Да. Простого вопросов нет? Да. Да. Ну, ты весь вопрос будет уже обещал. Спасибо. Да. Да. Спасибо.